Всем привет, солнечного Кипра! И, как обычно, с вами Руслан Кокорин. У нас уже хорошая погода, надеюсь, у вас тоже скоро будет тепло. В этом видео я хотел бы поговорить о Вицине, Никулине и Моргунове в связи с изучением английского языка. Вы скажете, при чем тут Вицин, Никулина и Моргунов? Дело в том, что я придумал недавно новую метафору. Люди делятся на три категории. Трусы, балбесы и бывалые. Не спешите обижаться. Я, на самом деле, сам часто был и трусом, и балбесом. И сейчас я уже в некоторых языках я бывалый, но в некоторых еще не дорос. О чем же идет речь, друзья? Это, конечно, шуточная такая классификация, но, тем не менее, она заставляет задуматься. Многие студенты, в том числе и мои, начинают с первого уровня, это уровень труса. То есть, когда мы боимся, мы реально боимся делать ошибки, мы боимся начинать разговор с носителем, даже когда у нас есть такой шанс. Мы боимся просто найти, с кем заниматься, начать практику. Это уровень страха. Следующий уровень – уровень балбеса. Ну, тут как бы опять-таки, что можно сказать? Нет системы. То есть, человек проходит курсы, потом полгода ничего не делает. Или там, сегодня позанимался три часа, потом две недели ничего не делал, опять-таки. То есть, нету системы, не знает, что делать, какой последовательности. И самое главное, не хватает мотивации делать это достаточно долго. И третий уровень – уже бывалый. Ну, бывалый – такой образ собирательный. Опять-таки, что это значит? Человек уже, в принципе, научился совладать своими страхами. Он уже точно не трус. Он может, когда надо, практиковаться. Он знает, что ему делать. Он знает, надо ли ему учить слова, грамматику, где и как практиковаться. Он тоже знает. Вопрос времени. То есть, если вы уже бывалый, или вы доросли до уровня бывалый, друзья, дальше вопрос времени. Вы просто берете и доходите до нужного вам уровня, ну, уделяя этому достаточно количество времени. Кому-то нужно полгода, кому-то три месяца, кому-то один год. Но вы дойдете до этого уровня, если вы стали бывалым. Давайте поговорим об этом. Вот в последней неделе мая у нас, как обычно, по традиции, будет конференция. Акинцев и партнеры, компания, нас опять приглашает на конференцию. Она будет с 22 мая по 31 мая. Будет огромное количество спикеров, очень интересных экспертов, полиглотов, профессионалов, преподавателей. Я думаю, что это будет очень-очень интересное мероприятие. Запишитесь обязательно на эту конференцию, и вы узнаете много интересного, что сейчас делается в мире изучения английского языка. То есть, какие методы, какие подходы, что используют полиглоты, что используют преподаватели. То есть, как вообще браться и становиться бывалым. Приходите, конечно, и на мое выступление. Мы поподробнее поговорим про эти три уровня, как стать бывалым, как начать изучать английский и быстро дойти до уровня, когда вы можете решать свои бытовые проблемы в поездке, в командировке и так далее. Это был Руслан с Кипра. Увидимся на конференции. Руслан с Кипра. Руслан с Кипра. Руслан с Кипра.